Чувашия И только он знает, что стоит за признанием, сколько пришлось заплатить за успех и какими усилиями достигнуто все это. Чувашия Все началось с того, что однажды я прогуливаясь вдоль улицы около нашего, в нашем дворе, почему-то оказался нотный листочек с песней «Виноград в саду цветет». А каким образом я обнаружил его? Потом я долго разглядывал на этом «Виноград в саду цветет» русско-народная песня, написана на пяти линейках. Тогда я, конечно, никакого представления не имел. И вот это тоже меня каким-то образом заволновало, заинтересовало. А как же это ноты? По нотам поют, по нотам играют и так далее. Первый музыкальный инструмент, который взял в руки совсем еще маленький Морис, была гармошка. Но вместе с тем, как рос мальчик, росли и его запросы. Помню, однажды зимой папа из Янтикова привез баян. Он говорит, вот маленький баян. Ну, правда, это, говорит, тебе еще рановато. Может, начнешь с гармошки, а гармошка у нас дома есть. Я очень долго ждал, когда же, а зима была очень лютая, холодная зима. Он говорит, подожди, сейчас сразу нельзя разыгрывать его. Подожди немного, пусть, говорит, остынет, привыкнет к теплу. Я очень упорно ждал, вытирал его, помню, полотенце взял. И вот таким образом появилось такое первое, мои самостоятельные, скажем так, занятия, увлечения данным инструментом. Это была гармонь и баян. Теперь уже невозможно представить, но в юности Морис по совету матери собирался стать врачом. Но судьба вновь вмешалась и сделала все как надо. И вдруг, проходя мимо медицинского училища, там медучилище, предучили совершенно рядом два здания. Я услышал музыку, скрипки, а потом баяна. И кто-то играл очень ловко, проигрывал на фортепиано. Звуки лились, и я почему-то оказался в этом здании. И, конечно, я документы сдал именно на музыкальном отделении. И вот с тех пор, я помню, уже первых своих педагогов, я стал учиться на музыкальном отделении. Учеба Морису давалась с трудом. Он был абсолютно неподготовлен и не мог соперничать с однокурсниками. Однажды я пошел в фентехникум, в столовую там покушал. Как сейчас помню, был большой-большой холодильник. Зашел за холодильник, поплакал, постоял. От горечи, от того, что у меня не получается. Потом как-то настроился. Думаю, все же надо пойти, может быть, что-нибудь получится. Морис Николаевич оказался прав. У него действительно получилось. Вскоре талант юного музыканта заметили педагоги и стали уделять ему особое внимание. После Канарского педагогического училища я получил диплом, как сейчас помню, по специальности хоровое дирижирование. Я учился у педагогов Григорьевича Федорова по специальности дирижирования. Затем служба советской армии в войсках военно-воздушных сил. Два года. Затем я поступил на музыкально-педагогический факультет Чувашгоспетинститута. Имени-то она называлась, он Иваня Яковлева. Там тоже обучался я у Петра Григорьевича Федорова. И также по его совету я поступил в Нижегородскую консерваторию. Тогда называлась Горьковская государственная консерватория имени Глинки. Мой педагог там был, профессор Артемий Александрович Лебединский. Творческая деятельность Мариса Яклашкина началась в 1977 году, когда молодой хормейстер пришел в хор Чувашской государственной телерадиокомпании. За 9 лет коллектив под его руководством стал лауреатом государственной премии Чувашской АССР имени Константина Иванова. Дипломантом ряда международных фестивалей. Все складывалось удачно, и лишь одно не давало покоя. В Чувашии не было симфонического оркестра. Мы исполняем все произведения под баян и в самом лучшем под фортепиано. А где Ветховен? А где Бах? Где Моцарт? Понимаете? Хор был великолепен, но сопровождение абсолютно недостойное. Создание своего коллектива Марису Яклашкину удалось нелегко. Музыкантов пришлось набирать из числа педагогов музыкальных школ и ученищ республики. Они стали основателями симфонического оркестра Чувашии. Бесконечные репетиции, жесткий график. Говоря музыкальным языком, Марис Яклашкин сразу взял темп простиссему. Но именно это помогло коллективу сразу выйти на высокий уровень. Именно симфонический оркестр вместе с хором в 2000 году записали гимн Чувашской республики. Произведения, исполнять которые доверяют лишь избранным. Но и на это маэстро не остановился. Играем те произведения, о которых даже не мечтали некоторые наши музыканты. Спрашиваю, вот допустим у меня есть Соловьев друг хороший. Мы с ним работаем с самого зарождения нашего оркестра. Он проработал и в Якутске, и в Кисловодске, и в Башкерии и так далее. Я спрашиваю, ты играл эту симфонию Соловьев? Нет, не играл. Вот это, говорю, мне нравится, что ты не играл. А тем более, если ты не играл, молодежь, которая сейчас пришла, скажем, состав, они понятия не имеют. Скажем, Карл Ороф. Вы знаете, говорю, кантату Бернауэрин? Первый раз слышим. Я говорю, мне нравится. Когда вы заявляете, что первый раз вы слышите. А, говорю, четвертую симфонию Брамс обиграли? Какой нам Брамс? Мы, кроме Сарнай-Полна и Федора Павлова, почти ничего не играли. Как и в любом коллективе, в работе оркестра не обходится без споров и конфликтных ситуаций. В споре рождается истина. Бывает, что он спрашивает нас где-то, как-то что-то, например, он... Как исполнить на инструменте что-то? Он же не может знать все инструменты досконально, как музыкант, исполнитель данного инструмента. Вот в этих планах бывают иногда споры. Но споры, они продуктивные, нормальные, добрые. Па-пи-па-па. Точно поехали, прошу. Раз. Не торопись. Как руководитель Морис Николаевич очень строгий. Как руководитель. Ну, строгий и к дисциплине, строгий и к нашему профессиональному мастерству. Но я считаю, что руководитель должен быть именно таким. Иначе никак не добьешься никаких результатов. Мощный оркестр. Очень много народу. И когда я увидел, что там еще хор стоит сзади, и все это как... Такой эффект. Это было очень здорово. Уши просто не привыкли к тому. А сейчас уже привыкли. И как нормально. Немного шокового состояния было такое даже от массы народа. Музыканты без инструмента то же самое, что птица без голоса. Придать ансамблю, в котором уже около 80 музыкантов, новое звучание, сложно, но необходимо. И на это Марис Еклашкин не жалеет ни средств, ни сил, ни времени. Из Голландии мы сейчас буквально на той неделе привезут нам что? Орган. Который будет установлен в музыкальном училище. Я долго об этом тоже думал. А ведь теперь необходим орган коллективу симфонического оркестра. Сейчас ударная группа укомплектована абсолютно всеми музыкальными инструментами. Это Голландия, это Германия, это Франция, понимаете, это Америка. Свою должность хорового и оперно-симфонического дирижера Марис Николаевич совмещает с педагогической деятельностью. По его инициативе в 2005 году на базе кафедры искусств Чувашского государственного университета имени Ульянова создан факультет искусств, где он по сей день занимает должность декана. Многие из его учеников ведут хорместерскую практику и педагогическую работу в учебных заведениях и творческих коллективах как в Чувашской республике, так и в регионах Поволжья и Урала. О Чувашском дирижере Марисе Яклашкине знают далеко за пределами родной земли. На его выступлениях всегда полный зал оценителей музыки. Меня приглашали в Москву как приглашенный дирижер на фестивале современной музыки «Московская осень». Я дирижировал оркестры Москвы, Русской филармонии, это симфонистский оркестр города Москвы, в Большом зале консерватории. Вот, пожалуйста, здесь. Потом с симфонистским оркестром, вот, мой хороший приятель Юрий Башмет, вот фотографии, Юрий Башмет, Юрий Абрамович. Оркестр «Новая Россия», дважды я дирижировал этим оркестром, в Большом зале Московской консерватории. Я этим горжусь. До сих пор, может быть, это не оскором с моей стороны, но это факт, что я из Чувашии, я был первый приглашенный дирижер на фестивале «Московская осень». И там, при том, такими оркестрами, ведущими оркестрами России. Я этим я горжусь. Одновременно с приглашением выступить, Марису Николаевичу поступали и предложения остаться работать, но он был непреклонен. Я горжусь своей республикой, что я представляю свою Чувашскую республику, когда я вижу афишу, когда написано «Дирижер, народный артист Чувашской республики и Российской Федерации». Правда, я никогда не был народным артистом Чувашской республики, но мне приятно, что написан там «Народный артист Чувашской республики». Значит, я представляю Чувашскую республику, свою родную республику, свой родной народ. И об этом я всегда помню. Я не помню о том, что я вот какой дирижер приехал. Нет. Я всегда говорю о том, что за мной стоит мой народ. Еще одна важная часть жизни Мариса Еклашкина – это его семья. Это опора и основа его жизни. Побеждает лишь тот, кто силен в семье, утверждает музыкант. С женой Ниной Николаевной Марис познакомился в студенческие годы. Они учились в одном институте на разных факультетах. Он на музыкальном, она на филологическом. Когда мы с ним только познакомились, и когда он сказал, что мы будем вместе, что он очень любит меня, пригласил меня в свой класс, где занимался на фортепиано. Играл, играл он очень много, играл мне тогда. Он настолько увлекся, и в разговоре он говорит, вот знаешь, Нина, если мне, в то время ему было 24 года, если мне скажут, положи на плаху голову, пауза. Я думала, что за меня. А он добавляет, за музыку я положу. Тогда мне нужно было это все пережить. Ведь девушке, наверное, хотело, чтобы юноша положил голову за нее, потому что только зарождается большое чувство. Я тогда проглотила это. Ничего я ему не сказала. И по сей день. Но сейчас я, сейчас, прожив с ним 41 год, я понимаю, как я могла тогда думать очень эгоистично. За годы совместной жизни в семье Еклашкиных родились две дочери, а спустя время и три внука. Он для меня не просто дед. Он великая опора. Он помощник. Я всегда внутри себя осознавала то, что мой дед – великий музыкант, его все знают. Музыка для него – это как большая часть жизни. И я всю жизнь свою в школе, в садике постарался быть ближе к музыке. Я постарался сблизиться с ней, старался почувствовать музыку, как мой дед. Но, к сожалению, у меня не дается музыка. Не знаю, почему. Больше, конечно, меня привлекают языки. Я взял его упертость. Я взял его такой твердый характер по отношению к учебе. Я, как он с музыкой, я так и с английским. Несмотря на жесткость и непреклонность, проявляемые на работе, дома Марис Еклашкин совсем другой, утверждает жена музыканта. Дома он очень мягкий. Вот он очень податливый. Он очень добрый. Отзывчивый также и открытый. Правда, несмотря на такую открытость и отзывчивость, Марис Николаевич ни на секунду не забывает о работе. То, что музыка с Марисом всегда и везде, близкие знают не понаслышке. И готовы прощать ему некоторую рассеянность и отстраненность. Он, конечно, прав. Потому что на первом месте музыка, на втором и третьем тоже. Но он весь из нее состоит. Каждая клеточка живет. И я это вижу, и я это понимаю. И всегда ему говорю, ты счастливый человек, потому что у тебя есть любимое дело. Он просто в этом растворяется. Это как воздух, без которого он жить не может. Лиши его этого, он перестанет жить. Он перестанет просто действовать, мыслить и думать. Я так думаю, что это можно просто и погибнуть. Мой творческий путь, если вы проследите, получится так. От гармошки и баяна до органа. Понимаете? Я этому очень рад. Вот, видимо, это тоже какая-то была мечта во мне. Это сидело, ведь каким-то образом она стала явью. И вот именно на сегодняшний день я благодарен тому, что так происходит. Действительно, смотрите, вот. Гармошка, баян, фортепиано, симфонический оркестр и орган. Прекрасно. Я думаю, это хороший какой-то результат. Долгая, насыщенная событиями и блестящая творческая жизнь Марисы Никлашкина только начало понимания музыки. Ведь, как отметил сам маэстро, дирижер – это профессия второй половины жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова